В Украине, кроме Черного и Азовского, открыли еще одно море. И первые туристы уже поспешают нагодовать чайок. Но почему, друзья, чтобы проехать в заповедную зону, вы рискуете умереть с голоду или застрять в камышах? И где в Украине есть омолаживающее озеро? Экстремальный тур Абзаца. Я мчусь в самую южную точку Украины, на озеро Кагул с уникальным климатом. Здесь уже в конце апреля плюс 30. Само озеро похоже на море, которое огибает румынские горы. А главное, это место еще не загажено толпами туристов. Правда, добраться сюда поездом или автобусом невозможно. Единственный вариант – доехать до Одессы, а оттуда машиной. Я так и сделала. Но только свернув с трассы в сторону озера, меня ждал настоящий дорожный ад. Блин! Дорога к озеру Кагул просто погрызанная. Машинам, чтобы проехать, приходится маневрировать. Шесть часов изнурительной тряски, и мы в Рыни. Отсюда до озера несколько километров. Но я настолько вымотана, что хочу хотя бы принять душ. Узнаю у местных, есть ли здесь гостиницы. Здравствуйте. Не подскажите, где здесь можно в гостинице остановиться и покушать, возможно, в кафе? О, это проблема. Проблема, да. Гостиница – это не проблема. Вот проедете два квартала, до северной стороны трехэтажное здание. Фух, отель я нашла быстро. На вид обычный одноэтажный домик. У меня номер пять. Обращайте внимание на бардак. Вот это номер. Это ванная. Джакузи. Полотенечко, конечно, не суперновое, но уже явно потрепанное в жизни. Номер не люкс, но за 200 гривен, да еще и с завтраком – отличный вариант. Я посмотрю, чем меня будут кормить. Фу, какой-то пережаренный омлет. Не, я такое есть не хочу. Да, с инфраструктурой тут не очень. Каких-то нормальных кафе я так и не увидела. Голодная, но в предвкушении прекрасных видов, наконец-то еду на озеро. А вот мы заехали на ту самую дорогу, которая ведет к озеру Кагу. Честно говоря, это трэш. Если не хотите отбить почки, лучше пройти эти пару километров пешком. Буквально через 200 метров мы вообще остановились, потому что дорогу перегородила... Сада баранов. Вот они, эти барашки. Они встретились с нами на узкой тропиночке, видите? И здесь прям проехать очень-очень сложно. Иду спасать ситуацию. Не бойтесь вы так меня, не бойтесь. Я вас не обижу. Маненька. Ну все, дорога свободна, можем ехать дальше. И вот, наконец-то, мы подъехали к озеру. Пять секунд, но стоп! Что это? Где обещанные румынские горы? Что за берег в камышах да илистый пляж? Да тут разве что коровам плескаться. Но я рано расстроилась. Оказалось, до распиаренных в интернете видов еще километров 30. Они с другой стороны озера. Но пока я уточняла дорогу у местных, случилось ужасное. Плохо, но я не уверен, что кто-то пойдет сюда. Ну я пойду, хочешь? Не, я имею в виду с мужиком. Даже надо углянуть. Плохи дела. Хоть бы не заночевать в этих камышах. Через час к нам на помощь подъехали жигули. Там, по-моему, ребята тоже загрузили. Пытаются теперь сами выехать. Слушайте, еще не хватало, чтобы тут пробка образовалась. Ой, Нива подъехала. Это наш последний шанс. Вот вам и реалити. Ну что, Сереж? Взяли на буксирность, да? Подцепили. Мамочки, мы выехали? Мы выехали? Ура! Мы выехали! Свобода! И через 15 минут мне уже открывается вид на озеро Кагул. А вот и обещанные румынские горы. Наконец-то мы прибыли. Вижу первых отдыхающих. Здравствуйте, ребята! А вы тут первые отдыхающие? Уже заняли место на майские праздники? Ну да, мы всегда в воскресенье собираемся. Да? А вы откуда приехали? Там мы местные. Со слов местных, ноги туристов здесь еще не топтались. Я прямо чувствую себя первооткрывателем. Здесь самая южная точка Украины. И отличное место для того, чтобы расположить свою палатку и насладиться хорошим видом. Кстати, еду берите с собой, потому что инфраструктуры здесь нет. Кагул. Хоть и огромное озеро, но очень мелкое. Не больше 7 метров глубины. Сейчас еще купаться прохладно, но можно занять себя играми. А у меня есть фрисби. Давайте в фрисби поиграем. О, вот хорошо, только ветер уносит. Что я могу сказать? Отдых на Кагуле – это дикий отдых. Для фанатов отпуска в палатках тут рай. Правда, нужно запастись едой. Ближайший магазин в 30 километрах. А также спреями от москитов. Их здесь туча. Но такой уикенд не по мне. А-а-а! Я нашла настоящее природное спа. Омолаживающее белое озеро. В нем волшебная глицериновая вода. В 30-х годах польским панночкам в баночках доставляли белоозерную воду для принятия ванн красоты. Вот бы туда добраться! Я на самом деле очень переживаю, потому что мы не можем найти это село Рудка. Дорога ужасная уже стала. Оно выдает нам по карте что? Либо где-то подо Львовом, либо под Сумами. А на самом деле нам нужно куда, Серёж? Ровенская область. Доехать до озера – настоящий челлендж. На картах и навигаторах это место не указано. Но мой язык надежнее любого компаса. А не подскажете, где Рудка, Белое озеро? Нет, где-то сюда. Прямо, а дальше? Мы просто чуть-чуть заблудились. Кузнецовск. Наливо, а то прямо. Дорогу лучше всегда уточнять у местных. Главный ориентир – город Кузнецовск в Ровенской области. После чётких указаний и двух часов тряски я на месте. Но такого я не ожидала. Главная база озера с единственным песчаным пляжем. Закрыто! Сейчас попробую всё разузнать. Может быть, есть охрана? И вообще никак пройти невозможно. Всё на цепях? О, боги! Я так и не омоложусь на озере! Тут всё заколочено! Но на базу я всё-таки пробралась через чёрный ход. Здравствуйте! Ваша прекрасная местность. Меня Лена зовут, а вас как? Василь. Василь, очень приемно. Скажите, пожалуйста, это база отдыха, правильно? Да. А она когда начинает работать? И вообще, работает ли она в сезон? Вот майские праздники. Я не знаю, но обычно сезон с первого червня. Опа! На единственной базе озеро Ремонт и Стройка. Но обещают, к сезону всё будет в шоколаде. А я пока осмотрю территорию. И вот оно, долгожданное, белое озеро. Ах, красота! От вида дух захватывает. Вода прозрачная, как слёзы Филоновой. Говорят, дно видно на 20 метров. Не терпится в него плюхнуться. Море бодрости, энергии и хорошего настроения. Кожа и вправду стала нежной уже после первого купания. За недельку я бы лет на 10 здесь омолодилась. Узнаю, что хоть и база закрыта, но есть частные домики. Цену озвучивать нам отказались. Мол, решается в индивидуальном порядке. Проживание неофициальное. Где ещё остановиться на озере? Как развлечься и что делать? Об этом в абзате я расскажу уже завтра. А ещё отправлюсь в маленькую украинскую Швейцарию. Абзац! Попробую настоящее экстремальное развлечение. Уйди, волна! Уйди! Не мочи меня! Увижу место, которое не уступает по своей красоте ирландским фьордам. И уникальный монастырь, высеченный прямо в скале. Ух ты! Ничего себе! Прямо сюда люди из Нью-Йорка идут пешком 8340 километров, для того, чтобы увидеть всю вот эту красоту! Возвращение к швейцарам. Прямо сюда люди из Нью-Йорка идут пешком. Возвращение к швейцарам. Возвращение к швейцарам.